Я пришел набирать вас в отряд космонавтов. Поэтому, что для этого нужно? Во-первых, в детский садик хорошо закончить, хорошо из себя вести, воспитателей слушать, потом в школу пойти, тоже хорошо поучиться, потом в институт, и потом уже здесь, совсем недалеко, и вы уже в отряде космонавтов. Вот так герой России, летчик-космонавт-испытатель Олег Артемьев начал свой рассказ о том, как стать космонавтом. Он напомнил, что звездный городок, где космонавты проходят подготовку к полетам, находятся совсем близко, и экскурсии туда проводят регулярно, в том числе для дошколят. Ребята охотно отвечали на вопросы гостя о первых покорителях околоземного пространства. Леонов! Кто-то сказал, что Леонов. Правильно, Алексей Артемьевич Леонов. Это был первый человек, который вырос в открытый космос. Олег Германович – участник трех космических экспедиций. Он совершил 8 выходов в открытый космос общей продолжительностью 53 часа. Несмотря на то, что он многого достиг в своей удивительной профессии, космонавты сегодня постоянно учатся чему-то новому. У нас космонавты вечные студенты. Постоянно учатся, дают экзамены, задачи решают. И вот этот главный экзамен, если мы сдаем, то мы можем уже лететь в космос. Это тоже тренажер для того, чтобы научиться работать в космосе. Если вдруг микроэнтерфор обьет скафандр, то мы должны научиться выживать эти условия, перемонтировать скафандр при выходе в открытый космос. Полет ДМКС длится 9 минут. После пристыковки космонавта встречает экипаж, на смену которому они пролетели. Наступает время для приветствий, общения с Землей. Пребывание на станции длится от полугода до года. Затем посадка – один из самых сложных этапов космической экспедиции. Место готовят и проверяют заранее. Это то, что осталось от той ракеты, которая стояла на старте. На старте стояло громадное сооружение, такое 50-мм высотой, 300 тонн весом, а обратно возвращается из космоса всего лишь 2 тонны. Ребята с удовольствием разглядывали непривычные на Земле вещи и даже примеряли их на себя. В завершении встречи космонавт подарил ребятам фотоплакат нового модуля МКС, оставив на память свой автограф и сфотографировался с детьми. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.